Слава, 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 слава тебе, Иисус! Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя! Прием, прием, шалом, дорогие друзья! Добрый вечер! Добрый вечер! Кто у нас первый напишет сегодня комментарии? Сегодня мы с вами встречаемся в эфире для очередного эпизода из серии «Женский вопрос». Рада видеть всех, кто подключается уже первым. Пишите, пожалуйста, сразу комментарии, хорошо ли меня видно, слышно, все ли в порядке со связью. Халлилуйя, слава, слава, слава тебе, Господь! Вижу Наташеньку, вижу Люду, Руди. Добрый вечер, дорогие! Вижу тех, кто пишет комментарии. Так что пишите комментарии, я буду видеть, что вы в онлайн. Остальных я не вижу, кто просто смотрит, я вижу по комментариям. Халлилуйя, слава, слава, слава тебе, Господь, за поколение женщин этого времени! Слава тебе, Отец, за твое сердце в отношении женщин! Халлилуйя! Так видно и слышно хорошо, вы мне пишете, отлично, отлично! Класс! Слава Иисусу! Делаю репост. Халлилуйя, слава тебе, Отец! Спасибо тебе, Папа, что ты поднимаешь по всему лицу земли правозвестниц великое множество! Спасибо тебе! Я благодарю тебя, Отец, что прямо в это время ты сокрушаешь все оковы, все преграды на пути твоих дочерей, которые были сокрыты в тайном месте, которые готовились к тобой для вхождения в судьбу сейчас, которые готовились к тобой как сокрытое оружие последнего времени. Я благодарю тебя, Папа, за то, что ты сейчас высвобождаешь своих дочерей в судьбу, высвобождаешь в свободу, высвобождаешь в силу, высвобождаешь в свою любовь и в истинную свободу во Христе, во имя Иисуса. И я также благословляю каждую слушающую это слово, этот эфир, женщину именем Иисуса Христа благословляю прямо тебя, дорогая. И говорю сегодня тебе, будь свободна во имя Иисуса полностью. Господь есть Дух, и где Дух Господень, там свобода. Поэтому, дорогие женщины, будьте свободны во имя Иисуса. Халлилюя! Многие пишут, где смотреть эфир, вижу сообщения личные присылают. Дорогие, поделитесь видео, чтобы люди увидели, что эфир уже идёт, что мы уже в прямом эфире. Слава Господу! Приветствую, дорогие из разных стран! Я знаю, что мы собираемся с вами в такой международной семьёй каждую пятницу в 9 часов по украинскому времени. И ещё в течение недели будем встречаться для других посланий от Господа с пророческим словом. Напишите сейчас, пожалуйста, кто из каких стран пишет или из каких городов. Будет очень интересно увидеть. Может быть, я не смогу всех прочесть, но те, кто смотрит в эфире, увидят. И я потом в комментарии всегда перечитываю, отвечаю вам после эфира. Также сегодня, если у нас со связью всё будет в порядке, то я прочитаю в конце ваши комментарии и вопросы, если будут по теме или какие-то мысли, отзывы или ваши свидетельства. Пишите, пожалуйста, прямо под этим эфиром в комментариях. Вот, в любом случае я это увижу, и другие наши участники увидят и тоже будут ободрены. Слава тебе, Господь! Слушайте, драгоценные. Баку, Азербайджан. Люда, вы из Азербайджана. Славно, я не знала. Приветствую вас, дорогие. Изюм, Харьковская область. Приветствую, драгоценная пастор Людмилочка. Латвия, Рига, Майя. Рада видеть вас, дорогая. Рада, что вы здесь. Олена, Кухтен, Тернопель. Приветствую. Приветствую. Западная Украина, Днепр. Пишите, пишите. Португалия, да, Наташенька. Алматы, Казахстан. Амбур, Вашингтон. Класс. Елена, вы в Вашингтоне? Теперь буду знать. Слава Тебе, Господь, за нашу семью и за женское сообщество во всех странах мира. Также, братьев, мы приветствуем, конечно, этот эфир для всех. Он на женские темы, вернее, темы из серии «Женский вопрос». Но он для всех, и для мужчин, и для женщин, потому что сегодня и мужчинам, и женщинам нужно иметь правильный взгляд на роль женщины в теле Христа, на роль женщины в обществе, на роль женщины вообще в это время. «Россия нас смотрит. Очень рада. Очень рада. Южный Урал. Моя бабушка была из Урала. Так что во мне течет частично и русская кровь. Моя бабушка была родом с Урала. Все остальные у меня украинцы. «Лидия. Рада видеть. Лидия Нестерюк. Солнечный Узбекистан. Класс. А Узбекистан до сих пор солнечный? Здорово. Здорово. Пишите еще, пожалуйста, откуда вы смотрите. Кто успеет написать в прямом эфире, я зачитаю. Кто уже в записи напишет, то мы вас поприветствуем в комментариях потом, если вы смотрите в записи сейчас. Что ж, драгоценные, мое послание сегодня, обращенное к женщинам, чтобы женщины стали полностью свободными. И знаете, свободными быть в Господе, я имею в виду свободными в Господе, свободными в Духе, свободными в служении Богу, свободными в Духе, Душе и Теле. Как раз эта свобода, она рождается из полной зависимости от Господа. Но эта истинная свобода Господа в нас может быть возможна только тогда, когда мы свободны от ложных стереотипов и ложных убеждений относительно того, кто есть Бог и относительно того, кто есть мы в Нем. Именно поэтому Господь побудил в Азербайджане жара. Мы хотим в Азербайджан, правда, дорогие? Стамбул даже нас смотрят. Класс! Халлелюя! Вот, именно поэтому Господь побудил меня делать эти эфиры на темы из серии «Женский вопрос», для того, чтобы... Вообще, он всю жизнь меня так использует в этой теме. А для того, чтобы искоренить ложные, неправильные убеждения женщин о самих себе. И причина этих ложных убеждений есть разная. Это причины из детства, причины из культуры, это причины из общества. Но, к сожалению, очень много причин также из церкви. Потому что очень много ложных, искаженных догм и учений относительно женщин в теле Христа, к сожалению. И это неудивительно, потому что дьявол знает, кто его враг. Так, если мы откроем Бытие, третью главу, то мы увидим, что Бог сказал... Халлелюя! Прямо хочу зачитать это. После того, как Ева была искушена змеем, и Адам и Ева согрешили, Бог сказал... Он проклял змея, и, проклиная змея, Он сказал, И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. И то, что делает дух религии сегодня, это то, что он делает всегда, не только в отношении женщин, а вообще в отношении грешников. Дух религии указывает и тыкает носом в грех, настолько, что человек с этим грехом становится одним целым, потому что без конца смотрит на грех. Бог же призывает посмотреть на Него и сблизиться с Ним, и освободиться от греха, и войти, принять в Его праведность. Иисус уже заплатил за то, чтобы мы были искуплены. Нам нужно принять Иисуса, нам нужно встреча с Иисусом, нам нужна Его праведность. Но дух религии отделяет человека от встречи со Христом, но постоянно вот лицом прямо толкает человека, чтобы человек смотрел на грех. И то, что дух религии делает и здесь, он постоянно указывает на то, что женщина согрешила, Ева согрешила, Ева виновата. И по сей день эта Ева и кается, и женщины все попали под удар из-за того, что первая была искушена Ева. Но то, что дух религии никогда вам не откроет и не скажет, это то, что Бог сказал, положу вражду между змеями и женою, а также не скажет то, что именно семя жены будет поражать его в голову. Женщины – сокрытое оружие Господа, неожиданное оружие Господа, победоносное и сокрушительное оружие Господа в последнее время. И не то, чтобы Бог его сокрывал, Бог никогда его не сокрывал, но просто дьявол, враг сделал все так, что целыми веками женщины им закрывались рты, женщины ограничивались, женщины учили неправильным вещам о них самих, потому что враг больше всего боится голоса пророческого, который поднимется из среды женщин в последнее время. Потому что Бог сказал, что семя женщины, а семя – это не только… Конечно, здесь речь о Христе, о рождении Христа, но здесь также речь о том, что вражда между женою и змеем, понимаете, это проявляется во всем, и на протяжении всей истории. И то, что дух религии никогда не будет договаривать до конца то, что Бог сказал, – это не ново. И всегда будет бить в слабое место, вместо того, чтобы укреплять это место истины Божьей. А истина Божья заключается в том, что то, что Бог родит через женщин в это время, нанесет сокрушительный удар по царству тьмы. И, как я уже сказала, не то, чтобы Бог сокрывал, но просто враг навредил столько, чтобы женщины были ограничены, чтобы женщины не знали, кто они во Христе, чтобы женщины думали, что их участь очень маленькая, чтобы женщины думали, что они не имеют права согласно Слову Божьему говорить, проповедовать, служить Богу так же, как мужчины, что женщины – это как бы получается по факту второсортное создание. И мужчины будут говорить, нет, мы такого не говорим, мы никогда такого не учили. Но при этом, когда выставляется пост, или когда женщина где-то проповедует или учит, не дай Бог, то почему-то сразу всплывают все рога духа религии везде, и одни эти рога торчат повсюду, со всех сторон. И такой бунт поднимается, и столько шума, и столько криха. «Подождите, дорогие, если женщина – не второсортное создание для вас, если все нормально у вас в отношении женщины, то почему, как только выставить какой-то пост в наших христианских группах на эту тему, то, почитав комментарии, просто приходишь в изумление от того, что творится вообще сегодня в теле Христа?» И понимаете, враг много навредил в этой теме, и много украл. И самое, знаете, всегда такое оружие, которое дьявол использует – это чувство вины. Женщины на самом деле думают, ну да, женщина была искушена, Ева на самом деле показала свою слабость. Может, на самом деле мы недостойны того, чтобы наравне с мужчинами одинаково служить. И дьявол, знаете, такую стратегию подбросил в умы людей, которые эту тему вообще обсуждают, и часто это лидеры мнений каких-то, или много просто людей, которые об этом говорят. Как бы считается такая прогрессивная уже точка зрения, что нет, женщины в Христе мы свободны. Просто женщины могут проповедовать, евангелизировать, свидетельствовать, но не учить. Ах, корень зла здесь закрыт. Другие мужчины говорят... И тоже их позиция считается очень... Позиция некоторых мужчин в церквях сегодня считается очень продвинутая. И на фоне других комментариев и высказываний, мнений и реплик других мужчин, больше которых высказываются в ответ на тему о том, например, может ли быть женщина проповедником, то вот мнение, которое я сейчас назову, оно вообще выглядит очень продвинутым. И звучит оно так. Мужчины безответственны, поэтому Бог сегодня использует женщин. И мы принимаем женщин-пасторов, и мы принимаем женщин-проповедников. Это уже большой прогресс. Но это происходит потому, что мужчин нету, поэтому Бог берет женщин. И здесь корень зла закрыт. И как глубоко это сидит в наших умах. И у мужчин, и у женщин. И почему я говорю сегодня на эти темы? Потому что, понимаете, в жизни даже нормальных в этой сфере, в этой теме христиан, которые Вадим и Духом, на подкорке эти вещи сидят, как фактор сомнения, как фактор несмелости. И у вас нет этого в сознании, но это дает вам определенный фактор несмелости. Когда эта тема поднимается, вы не можете твердо и однозначно, аргументированно сказать, ответить или действовать. Потому что настолько это пропагандировалось уже. То есть даже если же Бог использует женщин, то это только потому, что нет мужчин. Тогда я задала вопрос подобному человеку с подобным мнением. И говорю, то есть если бы сейчас с мужчинами все было нормально, были бы мужчины ответственные и занимали бы все позиции. Получается, Бог бы не брал женщин? И этот мужчина мне сказал, да, конечно, не было бы надобности, потому что мужчины бы выполняли свою работу. Женщины могли бы быть просто женщинами. Вы понимаете, какая ложь сокрыта здесь? Это ложь, это неправда. Женщина, равно как и мужчина, имеет поручение от Бога. И я сегодня об этом вам скажу. И почему я говорю на эти темы? Потому что эти твердыни должны быть вырваны с корнем из нашего сознания, из наших душ, из наших сердец. И я верю, что эти эфиры посмотрят не только те, кто открыт слышать пророческие вещи сегодня, но также те, кто находится под воздействием таких религиозных твердынь, и в жизни которых есть надежда быть свободными, быть освобожденными. Я верю, что ты сегодня смотришь меня. Я верю, что ты сегодня слышишь это слово, и пусть оно принесет тебе свободу. Потому что познание истины делает свободным. Пусть это слово о предназначении, истинном предназначении женщины сделает тебя свободным сегодня. О, как враг этого боится! Потому что именно жена поражает в голову дьявола. И это оружие было сокрыто из-за разных вещей, из-за разного воровства, со стороны дьявола, который использует контролирующий дух религиозных ограничений, который, к сожалению, в жизнях людей, которые приходят в церковь, подкрепляет культурные и общественные неправильные действия в отношении женщин. Но пришло слово Божье должно принести свободу в нашей жизни. И когда Истина Христа сам, как есть, который есть истина, должен стать выше наших культурных предрассудков и общественных стереотипов. Потому что истина делает истинно свободным, а не свободным частично или свободным на каком-то уровне. Истина делает истинно свободными и мужчин, и женщин во имя Иисуса. Потому что, я вам серьёзно говорю, мужчины займут своё место... Мужчины займут своё истинное значение и место в теле Христа и в этом времени, тогда, когда у них тоже будет правильный взгляд на женщин. Дорогие мужчины, если у вас будет правильный взгляд на то, как Бог относится к женщинам, это для вас благословение, это вас утвердит и укрепит в тех позициях, на которые Бог вас ставит. Потому что то, что Бог сегодня делает, Он высвобождает женщин в Божью судьбу и в свободу Духа, и в истинное предназначение, идентификацию в Господе, потому что она у женщин была украдена. Не потому что Бог любит женщин больше, чем мужчин, не потому что женщины сегодня хотят перегнать мужчин, не потому что мы конкурируем, а просто потому что так сложилось, что женщины были ограничены. И поэтому Отец сегодня высвобождает и восстанавливает украденное в жизни женщин. Это Он нам сегодня делает. И если, мужчины, сегодня вы занимаете позицию против этого, и вы боитесь этого высвобождения великого, я не побоюсь сказать, высвобождения женщин сегодня в теле Христа, то вы просто рискуете стать богопротивниками, потому что важно различать сезоны, и то, что Бог делает в этом сезоне. И одно из самых важных вещей, которые Бог делает в этом сезоне, в котором мы находимся, мне Бог дал различение этого. Просто этот дар, который Он мне дал, я это вижу, я это высвобождаю, я это получаю от Него, потому что Он высвободил меня в это и дал мне помазание на это, на высвобождение женщин в том числе. И если мы понимаем, что в этом сезоне Бог это делает, и мы становимся преградой этому, это значит, мы идем против Бога. Не сделайте такую ошибку. Я верю, что Господь дает вам мудрость и правильный, мудрый взгляд на то, что Он сегодня делает в теле Христа в отношении женщин. Будьте благословлены и свободны также во имя Иисуса. И так, именно потому это оружие будет сокрушительным, неожиданным, победоносным именно женщиной, потому что оно было сокрыто. Потому что дьявол рассчитывал все это время на то, что он с женщинами уже разобрался и расправился. Но Бог для последнего времени приготовил самое лучшее. И женщины сегодня станут именно тем сокрушительным оружием, которое нанесет неожиданный удар для него, для Царства Тьмы сегодня. И Свет Божий, и Царство Божье будет высвобождено с невиданной силой через невиданное познание и хождение с Богом в жизни женщин, которые он сегодня женщинам дает, через встречу с Ним. И это то, что нужно нам всем сегодня, и мужчинам, и женщинам. Но что делает враг? Враг постоянно говорит же, надо учиться в безмолвии со всякой покорностью. Вы скажете мне, это Павел сказал? Да, это Павел сказал. Он сказал это в определенное время определенным церквям и с определенной целью. Но почему я говорю сегодня, враг говорит? Потому что дух, контролирующий религии, сегодня цитирует эти места Писания там, где это совершенно неуместно. Там, где это связывает Божью работу. Там, где это становится движением против Божьей работы. И я сталкиваюсь с этим постоянно. И даже будучи в Армении, я столкнулась с этим духом. Потому что он действует по всей земле сегодня. Когда мужчины уже, которые, да и почему я говорю мужчины, женщины тоже, которые находятся под духом вот этого заблуждения, религиозного, контролирующего духа, говорящего, что женщине учить нельзя, они аргументируют, что вот же Павел сказал, что женам учить нельзя. Во-первых, Павел сказал женам и в Коринфянам, и в Первое Тимофее, о котором мы уже говорили в предыдущих эфирах. Я цитировала эти местописания, разбирали мы их. Если вы не смотрели, посмотрите, нажмите на текст «Глобал шифт вумен». Есть другие послания по женскому вопросу. И там мы об этом говорили также детально. Тот же, религиозный дух постоянно употребляет эти местописания в оправдании. А это ложь. Павел говорил с женам, во-первых. Речь шла о женах, а не о женщинах вообще. И речь шла о женах того времени в церквях, а не о женщинах во все времена. Эти местописания не предназначены для того, чтобы просто прилагать их на все времена, на все этапы истории. Это было в контексте исторического момента. Вы сами не ожидали, не буду сейчас к этому возвращаться. Речь шла о том, чтобы жены не поучали мужей в церквах, еще и публично. Потому что женщины были тогда необразованными. Женщины были даже полноценно учиться, а тем более учить и развиваться, и полноценно развиваться в разных сферах жизни. И женщины в большинстве были душевные. И, конечно, Павел ради порядка в церквах сделал некоторые повеления, которые были необходимы для того времени. Но враг сегодня используется для того, чтобы женщины чувствовали себя дискомфортно, когда они прочитывают Слово Божье. Так можно ли все-таки женщинам учить или нет? Я же вижу даже, знаете, сегодня монитория ситуациям. Для меня это интересно, это как исследовательский интерес, потому что я хочу пророчески видеть, что происходит в теле Христа, какие тенденции, что меняется, происходят ли какие-то перемены в подобных вопросах. И я вижу, что даже люди, которые поддерживают фактор женщины как служителя, все равно есть вот это разделение. Одно дело женщина пророчествует, одно дело женщина проповедует, или свидетельствует, или приводит ко Христу, а другое дело, когда женщина учит, послушайте, Бог не разделяет этого. Пусть эти твердыни полностью идут из вашей головы. Я вам это докажу. Это не я придумал, это Слово Божие говорит. Давайте будем, наконец, принимать Царство таким, каким оно есть, и Слово Божие таким, каким оно есть. Матфея 28, 18-20. Поручение Иисуса Христа. Давайте возьмем слова Иисуса Христа. Если вы уже... В прошлый раз я говорила о том, что сам Павел сказал, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины, и все мы наследники, и все мы во Христе одно. Это во-первых. Но давайте возьмем слова Иисуса. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их в Отца и Сына, во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Что сказал Иисус? Учите и детей научите все народы, кому Он сказал. Получается, только мужчинам, женщинам, ведь до сих пор во многих, во многих, в колоссальном количестве церквей учить запрещено. И не только в церквях, а вообще даже за границами церквей, когда женщина учит, считается многими сегодня, что это неправильно, что это она, ну, чуть ли не феминистка. О феминизме, кстати, поговорим в одном из следующих эфира. Это очень интересная тема, обещаю, будет интересно. Советую вам эту тему не пропустить, когда я буду говорить о феминизме. Да-да-да, вот прямо сейчас, смотрите, смотрите, кто-то пишет. «Феминистический взгляд под христианским соусом. Бунт и несогласие». Класс! Спасибо, что вы написали этот комментарий еще, как вовремя. Вот-вот. Этой точке зрения придерживаются очень многие мужчины, и так страшно боятся этого феминизма. Не то, чтобы я считала себя феминисткой, об этом мы поговорим в другой передаче. Но это, знаете, это уже крайний аргумент, который используется против женщин, которые проповедуют или которые учат. Это последний аргумент уже, когда все аргументы исчерпаны, но потому что предыдущие аргументы, например, женское слабоумие. Вот, например, женщин, многие мужчины считают, ну, мягко скажем, менее умными, чем мужчины, поэтому женщинам нельзя учить. То есть женщины, они достаточно умны, чтобы учить. Вот. Но когда перечислены все аргументы, и по слову, они все аннулированы, тогда идет последний аргумент. Это веяние феминизма. Это уже последнее, что враг сегодня может предъявить нам, дорогие женщины. Но обязательно мы об этом поговорим. Я вам обещаю, будет очень интересно. Так вот, Иисус сказал, главное поручение Иисуса Христа, идите научите все народы, костя их во имя. Ответы святого духа, дорогие мои, во Христе мы все наследники и мужчины, и женщины. И Иисус это сказал всем. И это поручение, в которое сегодня мы должны все войти, все церкви, все динаминации, мужчины, и женщины, и дети, все мы должны взять это поручение Иисуса Христа. И написано, что в последнее время один из признаков, и самых главных признаков, это когда Евангелие Царства будет проповедано по всему лицу земли. Евангелие Царства будет проповедано по всему лицу земли. И вот когда сыновья и дочери Божьи по всему лицу земли будут идти и учить, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, и неся Евангелие Царства, Иисус везде, где ходил, везде, где проповедовал, учил, всегда говорил о Царстве. Проблема сегодня, почему мы занимаемся такими ерундовыми вопросами, как можно учить женщине или нельзя учить, это потому, что мы сегодня, мы заботимся не о Царстве. В большинстве случаев, давайте смотреть правде в глаза, в большинстве случаев мы заботимся не о Царстве, мы заботимся о своих площадках, о своих платформах, о своих сценах, о своих служениях, о своих царствах, но не о Божьем Царстве. Проблема сегодняшней Церкви, которую сегодня Бог трансформирует, в том, что мы строим свои царства, а не Божье Царство. Божье Царство должно быть проповедано на всему лицу земли, а для этого и мужчины, и женщины, и дети сегодня во имя Иисуса пойдут по всему лицу земли, уча все народы. Народы территориальные, народы по культурам, народы по сферам жизни и общества, разные народы, разные сферы, разные места, куда Бог пошлет сегодня тебя, и тебя, дорогая, что у тех людей, которые тебе Бог доверит. любишь? Иисус, когда говорит, говорит, иди посиди обец моих. Иисус в ответ на любовь посылает пасти его отец. И он говорит это... И он это говорит и мужчинам, и женщинам. И это послание, это поручение для мужчин и женщин. О, слава тебе, Господь, что он не... Бог не смотрит на то мужчина вы или женщина. Он дал свое великое, главное поручение идти научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, всему телу Христа. И это наша главная задача с вами сегодня. И если вас на самом деле заботят о том, чтобы Царство Божье пришло, то нужно перестать заниматься вещами, которые только мешают телу Христа быть свободным и исполнять это великое поручение, и служить Господу. Если вы женщина сегодня, у вас есть какие-то сомнения по этому поводу, и где-то на подкорке у вас срабатывают. Могу ли я наравне с мужчинами служить Богу? Будьте свободны сегодня во имя Иисуса. Иисус лично вам дал это поручение. Через встречу с Ним, через отношения с Ним, через единство с Иисусом Христом вы входите в это поручение точно так же, как и мужчины, так же и женщины. Мы все во Христе одно. И знаете, вот мужчины говорят, часто в Библии написано, что жене учить не позволено, а жена должна только учиться в безмолвии. У меня есть шутка по этому поводу. Женщины так долго могли только учиться, а мужчины учили-учили, а женщины учились и учились, что, наверное, поэтому у женщин было больше возможности научиться тем вещам, которые так и не научились многие мужчины. И знаете, многие мужчины говорят, что женщины более глупые, чем мужчины. На самом деле это ложь. Это даже учеными доказано, что разницы никакой нету. Разницы никакой нету в интеллекте у мужчины и женщины. Это ложь дьявольская. Не позвольте себя просто обманывать подобными вещами. Это вещи, которые ограничивают сегодня многих в служении Богу, ограничивают в отношениях с Богом, потому что как можно любить Бога, который смотрит на тебя, как на второсортное создание? Как можно иметь полноценные отношения с Богом, женщине, которой сказали сидеть под лавкой, потому что она недостаточно умна? Может ли такая дочь чувствовать себя полноценной дочерью? Понимаете, это ложь, которая убивает жизнь, убивает судьбы. Давайте остановим это. Во имя Иисуса давайте поднимем молитвы свои о том, чтобы Бог сегодня высвободил своих дочерей по всему лицу земли. Во имя Иисуса я благословляю сегодня каждую женщину, которая смотрит эфир. Во имя Иисуса. Пусть этот дух религиозный, знаете, он не зависит от конфессии, он абсолютно, он есть в разных церквах и проявляется он по-разному. И вообще дух религии проявляется чаще всего в том, что какая-то форма того, как Бог действовал в определенное время, знаете, вот замораживается людьми, и люди хотят это использовать и в другие сезоны, точно так же, как это было когда-то. Но Бог всегда движется, идет вперед, и Он всегда действует в разных сезонах истории по-разному. И в зависимости от времени, в зависимости от того, что нужно совершить в это время на земле. И вот самая большая ошибка людей, это когда они консервируют какие-то формы служения Богу или формы Божьего движения и пытаются потом это применять в другое время, когда Бог делает уже совсем другие вещи. Это наша одна из самых опасных ошибок. И то, что сегодня на самом деле нужно и мужчинам, и женщинам, это встреча. Встреча с живым Иисусом Христом. И давайте вспомним самарянку, которая встретилась с Иисусом у колодца. Женщина в те времена не способная ничего, кроме того, чтобы заниматься бытом, кроме того, чтобы, знаете, быть человеком, особо не претендующим не на многое в жизни. Эта женщина встретилась с Иисусом. О, одна встреча может так перевернуть вашу жизнь. И знаете, многие женщины были загнаны в такие обстоятельства, в которых у них не было ничего уже, кроме того, чтобы быть с Богом и встретиться с Богом. И именно из этих встреч родятся сегодня те победоносные, удивительные рождения и судьбы, которые Бог приготовил для рождения на этой земле. Потому что на самом деле нет ничего лучшего, чем встретиться с Богом. И многие женщины сегодня по всему лицу земли переживают такие времена, когда они только Бог и я, только Бог и я. И именно из этого родится то самое прекрасное, что поразит царство тьмы в самую голову, что поразит дьявола в самую голову. И эта встреча нужна нам сегодня. Эта женщина, знаете, у неё уже там шестой мужчина был, потому что всё, что она видела в жизни, это, как многие женщины сегодня, думают, что всё, что должно меня заботить в жизни, это быт, устройство семьи и так далее. И в гонке за этим мы делаем много ошибок, мы много ошибаемся, мы много разочаровываемся, мы тратим свою жизнь, свои годы на то, чтобы устроить свою жизнь в этом вопросе. И та женщина имела уже этот опыт разочарования в своей жизни. Но вот она встретилась с тем, у кого есть вода, которую пьёшь и больше не возжаждешь вовек. И эта встреча изменила её. Знаете, женщина так много способна сделать после встречи с живыми Иисусом. По слову этой женщины написано в Иоанна в 4 главе, в 39 стихе, что по свидетельству, по слову этой женщины. То есть она пошла и рассказала городу в Самарии. По слову её уверовало множество людей в том городе и пришли к Господу, пришли к Иисусу Христу. По слову простой женщины. По слову простой женщины. Всё, что вам нужно, вам нужна встреча. И пусть эта встреча с Иисусом, который есть истина и Дух истины, сделает вас полностью свободными. И пусть никто больше не сможет вас обмануть, чтобы в чём-то ограниченной, чего-то вы не можете делать, потому что вы женщина. О, эта женщина привела ко Христу множество людей. Я помню, как другие женщины привели к воскресшему Иисусу апостолов. Пусть это тоже вам скажет о чём-то и освободит вас своими Иисусом. Именно женщины даже в то время, представьте, как были мощно использованы. А что говорить о сегодняшнем дне? Иисус своим служением во время своего служения во плоти, как человек на земле, он доказал множество раз, что его отношение к женщине, к трепетное, что его отношение к женщине ничем не уступает, как другим. Он показал, что он даёт самого себя женщинам. Он даёт встречу лично с собой женщинам. Отчего вы женщину можете оградить, если сами Иисус, а ни от чего он не оградил настолько, что не оградил даже от самого себя? Что Иисус позволял приходить к женщине, умывать и вытирать ноги своими волосами, и вытирать елеем ноги. Отчего сегодня вы хотите ограничить женщин, если сам Иисус их не ограничивал сам от себя? И тем более сегодня. Сам Бог доверяет самого себя, множеству женщинам, прямо сейчас, по всему лицу земли, я вам говорю пророчески сейчас. И множество женщин выйдет на арену Божьего движения сегодня. И эти декорации уже разворачиваются в жизнях множества женщин. Даже если вы не видите этого ещё физическими глазами, я говорю вам, Бог прямо сейчас разворачивает эти декорации нового сезона вашей жизни, ангелы Господни выстраивают нужные связи, нужные обстоятельства, нужные перемены в духовном и физическом мире для того, чтобы вы могли занять своё место в своей Божьей судьбе в это время. И по всему лицу земли женщины станут рядом с мужчинами плечом к плечу и станут плечом к плечу, рука к руке, и без всякой конкуренции, без всякого превозношения, без всякого осуждения друг друга. Мы вместе должны сегодня выйти и служить Господу, и принести свет посреди тьмы, явить Царство, реальность Царства Божьего посреди того мрака, который сегодня наполнит землю. И также дети и подростки выйдут и станут вместе с нами. И мы — единая армия Иисуса Христа. И то, что враг сегодня хочет сделать, это принести разделение. Разделение между церквами, разделение между деноминациями, разделение между мужчинами, женщинами, детьми. Но Бог так сильно говорит мне, особенно в последние дни. Всё время я имела это послание единства и исцеление единства тела Христа. Но сегодня, в эти дни, особенно перед поездкой в Армению, мне Бог особенно начал об этом говорить. И в Армении я поняла, почему. Потому что дух разделения атакует Божьи пророческие семена сегодня. Враг хочет украсть те пророческие семена, отличные из сердца Отца, которые сегодня пророческие голоса сеют в почву мира и в почву тела Христа, в почву сердец. Враг хочет прийти и украсть, разделяя и воруя то, что сегодня Бог хочет выстроить и созидать. И на самом деле, по любви между нами, между нами, как братьями и сёстрами, между мужчинами и женщинами, между церквями, по любви между нами, мир увидит, что мы истинно ученики Иисуса Христа. До тех пор, пока разделение есть между нами, не сможет сила Царства Божьего явиться на земле так, как этого желает Бог. Один из самых главных ключей сегодня – это единство тела Христа. И это единство сегодня заключается в единстве между церквами, динаминациями, конфессиями, между намишими различиями, чтобы любовь Бога Отца сегодня и истина, и Дух истины сегодня мог стать в наших жизнях, в наших умах, в наших душах, в наших сердцах выше, чем наше различие, чем различие мужчин и женщин, чем различие наших, между нами как служителями, чем различие наших даров и наших особенностей, наших уникальностей. Когда наша любовь станет выше наших различий, сам Бог явит себя посреди этого. Именно тогда, когда мы сможем войти в это единство и согласиться в единство, служить вместе Господу на наших собраниях и в это время вообще, тогда сила Божья проявится невиданным ранее образом. И сам Бог явит себя. И это то, что Бог сегодня желает делать. И грядущее Божье движение, в центре Него будет сам Бог и Его слава. В центре Его будет не отдельные помазанники, не отдельные служители, не отдельные церкви. В церкви Божьего движения будет сам Бог и Его слава. И сегодня, чему мы должны учиться, это мы должны учиться в единстве с Господом, настолько соединиться с Его Духом, чтобы быть способными соединиться и принять друг друга в свои сердца. Несмотря на наше различие, несмотря на наши уникальные дары. И то, что нам сегодня нужно понять, это то, что различие наших даров необходимо для целостной Божьей работы сегодня. И мы научимся во имя Иисуса восхищаться дарами Бога в друг друге, восхищаться Богом в друг друге без зависти, без конкуренции, без братоубийства, без осуждения. Мы научимся видеть уникальность Бога в мужчинах и в женщинах. И именно это поможет нам согласиться в том, чтобы явить Бога, и чтобы Сын Божий был открыт в нас, чего и ждет все творение в это время. И это время настало. Я пророчествую сегодня, что это время, явление Иисуса Христа в нас сегодня настало. Все творение с нетерпением, с томлением ожидает этого. И важнейший ключ к этому в том, чтобы мы научились принимать друг друга, почитая друг друга превыше себя, независимо от того, мужчины мы или женщины, независимо от того, какой по местной церкви мы принадлежим, независимо от того, какие различные у нас видения и предназначения. Во имя Иисуса пусть так и будет. И пусть после нашего согласия с тем, что мы принимаем женщин как служителей, не будет никакой запятой и не будет никакого «но». Потому что это «но» продиктовано сегодня, может, только вашими опасениями и страхами. А сегодня мы живем в то время, когда нам нужно быть вводимыми не страхами и не опасениями, а верой в Божьи. Потому что Бог дал нам не духа страха. Нам сегодня нужно двигаться верой Божьей в то, что Бог сегодня делает, в то, что Бог сегодня высвобождает. Перестаньте мыслить опасениями и страхами. Бог разберется с теми проблемами, которые возникнут у нас на пути. Мы будем с ними разбираться на пути. Сейчас давайте сделаем стратегические вещи. Сейчас давайте согласимся с тем, что сегодня женщинам нужно быть высвобожденными в теле Христа, в свободу Духа Святого. И должны уйти всякие «но», и должны уйти всякие оговорки, и должны уйти всякие условия, и должны уйти всякие ограничения в наших головах и в наших сердцах прежде всего. Тогда это изменится и в наших теологических догмах и установках. Во имя Иисуса пусть Дух Святой принесет свободу в тело Христа в этом вопросе и исцеление в этот вопрос в теле Христа. Во имя Иисуса! Халлилюя! Слава Тебе, Господь! Я постараюсь сейчас прочитать комментарии. Елина Матвеюк, всем женщинам желаю войти в свое предназначение и Божью волю. Аминь! Галина Подзарей, слава Богу таких женщин, как вы! Слава Иисусу! Аминь! И пусть Господь прославится через женщин сегодня. Так, я буду читать комментарии, которые мне понятны. Сергей Гулько пишет. Я за служение женщин и жен мужей. В этом есть огромное благословение. Дорогие женщины, если у вас есть мужьяне, уже ли вы будете служить и делать что-нибудь без благословения ваших мужей? Это хорошо, если муж благословит и поддержит. А если нет? Если он вообще далек от Бога? Да, вот Сергей в том-то и вопрос. А если муж не благословляет и далек от Бога, а женщина имеет призыв от Бога? Вот давайте себе зададим этот вопрос. А что женщинам делать в этой ситуации? Именно поэтому, если у женщины есть убеждение, что ей обязательно нужно получить благословение мужа для того, чтобы служить Богу, быть послушной Иисусу. Вот знаете, для многих эти вопросы сегодня сложные. Для меня они ясные, но я люблю смотреть на подобные вопросы индивидуально. Я не хочу такие вещи обобщать. Но это именно та причина, по которой, вот как бы меня не осуждали, как бы меня не критиковали за эти темы, но я поднимаю сегодня больше и больше эти темы поспешного замужества. Знаете, многим женщинам не надо было вообще выходить замуж. Я абсолютно особенно это говорю. Многие из нас выходили замуж слишком рано. Многие выходили необдуманно. Многие выходили тогда, когда Бог вообще не посылал выходить замуж. Или вообще за того человека не говорил выходить замуж. И вот эти ошибки, последствия с их мы имеем потом. Часто потом расхлебываем это всю жизнь. Именно поэтому, чтобы женщины могли свободно служить Господу и исполнять свое истинное предназначение в Господе. Именно поэтому я поднимаю эти темы. О том, чтобы женщины были бдительны. О том, чтобы женщины жили по голосу Божьему прежде всего, обретали себя в Боге. О том, чтобы женщины не замужество искали, а Господа искали. О том, чтобы женщины не думали, что главное их предназначение – выйти замуж и родить детей. А и главное предназначение – быть дочерью Бога. Быть женщиной Божьей. Знать, что Бог видит на ее жизни. Исполнить это. А не бежать, торопиться скорее в замужество. Но для этого и нужно нам сегодня в церквах перестать так мыслить, что если женщина, например, не замужем, или уже не замужем, или еще не замужем, или женщина не родила детей, то это значит, она еще не имеет женского счастья. Вот мы вкладываем этого мы женщин, а потом мы удивляемся, почему женщины не за тех выходят, почему несчастные браки. Я наоборот за защиту Института Семьи. Именно поэтому говорю, что нужно мудро подходить к этому вопросу. А не торопиться. А торопимся почему? Потому что установка, что женское счастье – это вот именно там. Именно в замужестве там будет женское счастье. Поэтому надо во что бы то ни стало выйти замуж. И на этом пути, когда у нас такая цель, мы делаем кучу ошибок и ломаем кучу дров. А потом меня же за эти темы и осуждают. И, ну, понимаете? Поэтому надо же понимать, почему сегодня эти темы звучат. Потому что уже так много трагедий в этой сфере, что пора уже пересмотреть свои взгляды, свои догмы, свои установки на этот вопрос. И лошадь должна уже, наконец, стать впереди телеги. То есть Иисус должен стать во главе всего, а не замужество или еще что-то. Другие вещи, которые мы можем искать в своей жизни. Так, Лилия Безек пишет. Город Изюм. Неправда, что с разрешением мужа женщина может что-либо делать. Если мужчина и женщина даже нить бы были целостными, то все в будущем будет взаимодействовать. И мужчина будет рад, что жена не смотрит на себя через призбу мужчины, а реализовывает себя. Да, так и должно... Ой, что-то я нажала. Так и должно быть. И мужчина целостный будет рад, что женщина реализовывает свое предназначение в Господе. И же, равно как и женщина, будет рада и давать свободу своему мужу, своему мужчине в том, чтобы он реализовывал свое истинное предназначение в Господе. Но что делать, когда не так? Что делать, когда не так? Там же вопрос звучал, что делать, когда не так? Вот теперь мы имеем дело с этим вопросом. Потому сегодня возникает в семьях куча проблем, потому что Бог призывает женщину, а женщина в таких обстоятельствах, в которых у нее практически выбор стоит, слушать Бога или слушать мужчину, слушать мужа. Вот вопрос. Это вопрос другого эфира. Аминь. Сам Иисус не ограничивал женщин, Наталья пишет. Аминь. Сто процентов. Никогда не ограничивал. Даже во время самых страшных ограничений женщин в обществе Иисус продемонстрировал многократно, как Он относится к женщинам. Наталья отвечает, видно, Сергею. Сергей может узнать Божью волю и благословить жену, а не удерживать из эгоизма? А, ну это если бы Сергей спрашивал о себе, а не о ком-то теоретически. Сто процентов нужно... Женщина вообще, как правильно должно быть, и женщина, и мужчина в браке остаются личностями и остаются прежде всего зависимыми от Бога. И когда семья создается в правильное время, целостными личностями, в Божье время, по Божьей воле и подготовленными людьми, которые знают, кто они в Господе, знают, для чего живут в Господе, и главный приоритет это исполнить Божье предназначение в жизни, свое призвание, то когда такие люди осознанно соединяют свои жизни, то они не ограничивают друг друга в том, чтобы каждый из них развивался в том, в чем Бог их призвал. Наоборот, поддерживают друг друга и усиливают. Так это должно быть. Но, к сожалению, не всегда так. Поэтому у нас целый ряд вопросов в этой сфере. Ну, вот и получается теперь. Вот Сергей пишет, если женщина не замужняя, то все в целом да. Если она замужем, вы только с благословением мужа. Она может делать, что ей нравится, иначе вы пропагандируете развод и разлад в семье. Понимаете? Вот взгляд на эту тему. Вот и получается, в каком положении сегодня многие женщины уже замужем против служения Богу. Вот в каком положении женщина? Возопить к Богу о его вмешательстве в эту ситуацию, верить Богу, это многим только это остается. Особенно если учение в церкви не позволяет женщине даже думать в том направлении, чтобы развиваться самостоятельно. Амир Алипешкин напишет, слава Богу, что Он не делит нас на мужчин и женщин в плане служения. Аллилуйя! Да, сто процентов, по-моему. И вот поэтому я и говорю, что Бог сегодня высвобождает женщин. Потому что, к сожалению, очень огромное количество женщин вот сидят в таких ловушках, в которых они не могут двинуться никуда. Из-за обстоятельств и из-за убеждений на эту тему. Но Бог сегодня пусть найдет каждую такую женщину. Аида пишет, к сожалению, сегодня многие христиане не исследуют Писание, говорят от себя. Да, и часто говорят в угоду как раз уже существующим стереотипам, культурным убеждениям. Религиозный фанатизм отталкивает и сеет раздор, пишет Ольга Максвейн. А Дух Божий наполнит каждого. Главное общение с ним и потекут реки. Я сейчас пролистываю сообщения, насколько телефон позволяет их листать, чтобы прочесть. Наталья процитировала Исаии 27.11. Когда сучья засохнут, их отломят. Придут женщины и сожгут их, потому что этот народ безрассуден. Их создатель их не помилует, их творец над ними не жалится. Очень интересно. Надо будет исследовать это местописание. Да, вот Ольга пишет. Кстати, да, мнение, которое многие поддерживают. Из моего личного опыта, мужчины гораздо лучше учителя. Не потому что мужчины умнее, а потому что они более объективны и меньше подвержены перепадам настроения. Слушайте. Перестаньте из женщин делать истеричек. Вот правда, я иначе не скажу. То вы из женщин делаете дур, и грубо говоря называете их дурами, что они слабоумные. Поэтому не могут учить и так далее, их слушать вообще нельзя, нужно слушать мужчин. То женщин считают истеричками. Знаете, это такая глупость неимоверная. Я вот сейчас просто прямым текстом говорю. Глупость, невежество неимовернейшее. Если бы вы на самом деле изучили устройство мужчины и женщины, то вы бы поняли, что то, что у женщины развито больше правое полушарие, это плюс, а не минус. Что у женщины есть те сильные стороны, которых нет у мужчины, которых сегодня как раз нуждается тело Христа. Что уникальность и отличие женщины от мужчины склада ума, эмоционального, чувственного склада, это как раз плюс, а не минус. Именно поэтому женщины из-за своей чувственности, тонкости, душевного устроения 14 раз эмоциональнее и чувствительнее, чем мужчина. Именно поэтому женщина может чувствовать и развлечать такие грани, которых мужчина даже не видит. И мы друг друга в этом дополнять должны и дополняем, а не использовать это для того, чтобы сказать, что женщины эмоциональны, а поэтому они худшие учителя, чем мужчины. Да не правда это. Худшим учителем может быть и мужчина, и женщина, если он не развит. Если он не развит в своем характере, если он не развит духовно, если он не развит эмоционально, не владеет собой. Если он не эрудирован. Один мужчина может быть лучше. Один мужчина может быть лучше. Чем другой.